Солода послужно подставляли плечи под ленивые струйки. В интернате уроку предшествовал завтрак. Входя в столовую, воспитанницы разделялись на младших, средних и старших. Каждая группа усаживалась на лавках по обе стороны длинных столов. В торцах возвышались классные дамы. На завтрак давали булку, три куска сахара и чай в фаянсовой кружке с императорским двуглавым орлом. Затем кормили еще три раза. В полдень, в четыре часа и в девять. Кормили сытно. Школа числась среди привилегированных учебных заведений. И может быть в первую очередь потому, что в школе сохраняется и вполне определенная атмосфера. Наша, русская.